Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на гостевом озере в Джемете. Туда дальше у нас, видите, там мимо рябинушки тоже проплывают машины. В общем, это одна из проблемных улиц, которые здесь находятся. Мы заходим сейчас за Пионерским проспектом. Здесь в данный момент уже не так все страшно. Но поверьте, когда здесь вчера был дождик, водичка стояла по бордюрчике. И это, в принципе, каждый раз так и происходит. То есть ничего нового, как говорится, нам этот сезон не открыл и не принес. Так что мы можем расслабиться и мечтать о том, что когда-то, возможно, при каком-нибудь 30-м президенте России, губернаторе, будет изменяться ситуация как раз таки с ливневыми канализациями у нас. Здесь люди, чтобы сюда вода не заходила, просто сделали вот такой пандус. Все, собственно, вопрос для отопления этого райончика был, в принципе, снят и решен. Туда, кстати, находится секретная столовая, если кому-то интересно, ориентир Пионерский проспект 74, угол дома. Но мы справимся, куда? На море. Сегодня, к сожалению, ребята, без эфира, потому что, честно, плечико болит. Я два часа не выхожу запускаться там на полчасика, не имеет никакого смысла. Поэтому мы вместе с вами в хорошем качестве посмотрим гостевой проезд. Как раз таки решил воспользоваться тем, что тут интернета нету. И нам видеозапись здесь подойдет. С левой стороны столовая номер 7, аптека, шаурма. Ну, пока шаурма не работает, аптека не вижу, честно, функционирует или нет. Ну, и в любом случае работает столовая придорожная, а вход называется «Рябиношка». Сейчас еду, говорю, остановите меня в гостевом проезде. Мне этот маршручок говорит, это «Динамо». Я говорю, слушайте, «Динамо» там находится где угодно. Я говорю, название улицы – «Гостевой проезд». Говорят, ну, «Динамо» называется. Я говорю, ну, зачем вы спорите, когда я вам... Да, местечко это называется «Динамо», но «Динамо» находится где-то там. Теперь здесь написано «Рябиношка». Почему не «Ивишка», почему не «Соловей» называется. А вот именно решили, что «Динамо». Поэтому я считаю, что правильно, гораздо даже правильнее, назвать именно непосредственно названием улиц, к которым мы приезжаем. Дворянское гнездо, магазин здесь постоянно круглосуточный работает. Нарав, нарав. Влогер, блогер говорит, я здесь. Здесь посмотрим у нас. Я в прошлый раз подходил, все с ценниками, все красиво, классно. И это меня порадовало. Тоже можно посмотреть, все есть. И в прошлый раз, в то же самое, персики по 120, сливы у нас по 120, по 60. Я так понимаю, что это разное. Сливы виноград 120, есть по 130 персики. Отлично, красиво. Гурочки по 70 тоже красиво лежат. Шикарно. Здесь столовая. Пойдемте посмотрим, что здесь предлагают в этой столовой. Это тоже мне будет интересно. Хотя бы одну вам сегодня зацепить, показать. Если здесь ели-пили, пили-ели, напишите обязательно, как вам здесь зашло или нет. Вот по ценникам можете все увидеть. Что договорится, почем. Рыблюда, гарниры, подливочки, мясные части. И как это все выглядит. То есть есть такая вот защита, все лежит. Запах, в принципе, прикольный. Салатики. Олегушка. Есть даже куда ложить. То есть и подложечки, и вилочки. Это тоже как бы плюсик больше, чем минус. Больнички готовятся такие разные. Шарточки, кстати, еще сверху имеются. Ну, все, я думаю, все посмотрели, все понюхали, пошли дальше. Есть захотелось, могу вам сказать. Честно, не знаю, как хорошо это, плохо. Ну, я бы, честно, сходил бы в секретный стол. А вдруг получится, надо попробовать ворваться сейчас. Отснимусь на обратном пути туда, к мне отправляюсь. Я сегодня без часов. Проснулся, честно, очень долго одевал на себя майку с этим. О, блогеры фоткаются. И пошли по гостям. Мне написали сообщение, люди, которые здесь работают, на этом проходе говорят, Юрий, посвятите, пожалуйста, эту беду с затоплением. Говорит, платим за орлеты ежегодно. Это что, почему здесь можно посмотреть, стоят напитки, да, шлепки. Распродажа по 250. Кстати, сегодня у нас уже 9, да, и сентября 2020 год. И это как бы говорит о том, что завтра у нас должно остаться по день меньше людей. Но на самом деле людей у меня такое ощущение, что с каждым днем все больше пребывает. Даже не пугает их наши дожди. Потому что мы в прошлый раз, когда здесь шли, тут прям вообще все было в людях, так сказать. Сейчас проходим, точнее было гораздо меньше людей. Сейчас проходим, все гораздо лучше стало. Кстати, видно, виноградик по 120, 120 помидорчики, 130 есть помидоры, 135, 150 нектарин. С этой стороны яблочки по 85, по 120 есть, по 80 яблочки. Красота, собственно. Пошли дальше. Специи с запахом великолепным. В общем, люди пожаловались, говорят, что стоит вода. Но здесь ее сейчас нет. А вот туда дальше, когда мы пройдем, я надеюсь, что, конечно, откачали. Хотя, кто его знает, может быть, не повезет. Вот здесь, кстати, молодцы, тут везде стол. 120. Иди сюда. Что это они так боятся-то? Девочки так испугались собачку. Ну, собак много, 35 картошка, 150 персик, 130, 130 персик, 120 персик, 280 нектарин, есть по 200, кстати, он там зелененький, 90 виноград, 120 виноград есть, 130, такая сирена, 120 нектарин, по 70, смотрите, виноградик есть, и по 60 даже уже. Все, самая низкая цена, которую я видел, это 60. Сливки 120, арбузы по 30, дыни по полтиннику. Она кричит гораздо лучше, чем кушает. Ну, так громко. А, это она кричала? Ну, такая сирена была, я думал, что тут везде кричала что-то. Хорошая вам работа, спасибо за цены. Так, идем далее. По сторонам поглядеть. С той стороны там рыба, пиво, орехи продают. Рыбок можно покормить. Парикмахер, короче, ушел в загулы. Тут тоже рыбок можно кормить с этой стороны. Чем-то подгоревшим таким попахивает. Песель бегает, просто ищет, может, хозяев. Он, причем, с ошейником, я думаю, просто сорвался. И вот его надо найти. Если вдруг кто знает, где он живет, то напишите. Хозяева вам пускают. О, это главная вещь, которая создает уют. Вот тут приходит как раз-таки над гостевым проездом линия посадки самолетов. Те люди, кто писал о том, что... Вот мы снимали, получается, еще тысячи третяев. На улице, вот где над Пятихатками, да, там, возле речки Можепсин, я ходил, показывал гостевой дом. И там мы сидели так же, пили пиво. И говорили, что самолеты прямо над вами. Вот здесь летают самолеты, а туда километра два еще. То есть, получается, вот такие расстояния. А с имбирь называется этот, а вот гостевой дом не могу вспомнить. Боюсь просто. Ой, мамочки, все боятся, она бегает, вот собачка ищет. Где ж хозяева, где ж хозяева надеются найти. Рибам, микро по 150. О, это прям хорошая такая. Какая хорошая работа. Все женщины в купальниках приходят. Прям вообще велика. Здрасте. Смотрю, то есть, не жизнь, а сказка. Волшебный еще и продаец здесь работает. Разменял бы, ну, нет, плечо болит, я не достану просто денежку. Так, смотрим. До свидания. Просто, просто я понял. Там ничего, я пошел. Пускай общаются. Хорошо. В общем, не джимоте, а сказка, песня просто. Терминал банкомат здесь находится. Очки. Терминал банкомат. Прикольно. Слушайте, это можно, чтобы наличить там деньги. Я даже такого предположить себе не мог. Так, ну и, собственно, это уже мелочь от того, что осталось, да. То есть, вода здесь стояла очень сильная. Люди возмущались тому, что, ну, вот как так. То есть, чтобы вы понимали, там прям по вот эти настилы все было в воде. Как так, почему не убирает? Ну, вот сутки простояла, водичка ушла. То же самое, не предусмотрены просто ливневки. И это печально. Варенье. Варенье грецкий орех по 130. Варенье. Что-то глотая сегодня уже второй день слова. Но что-то отвлекается моя голова. Не выговариваются они. Поэтому прошу меня понять и простить. Конец сезона. Надо сильнее блогера с собой любить. Вот так просто в рифму 45 дыньки, 130 нектарин, 85 яблочки. Тоже здесь сладкий кищ-мищ, абхазский мандарин. Кищ-мищ, давайте по 110. Порованный персик по 135, по 30 лук. И 120 крымский 35 картошка. И 120 орех продается. Так, еще с этой стороны у нас там продаются духи. Вот видите. Вот так вот выглядит. Видно, что тут илисто было. Люди уже пособирали. Но будет порядок. Молодцы. Что хотя бы так справляются с этим ненастьем они. Там тоже вот продаются фрукты, овощи. Этот стульчик у кого-то стоит. Меня радуют те, кто, когда делают возле себя порядок. То есть не все равно. Это прекрасно на самом деле. Ведь кто, если не мы, ребят? У вас должно быть четкое понимание, что если не вы не будете наводить порядок, никто не придет и ненавидит. То есть, к сожалению. Это хочется констатировать от всей печальный факт. Но это так и есть. Вот видите, все. Текло, бежали. И убежал. Пойдем посмотрим. Здесь еще одна столовая есть. Как-то. Я запомнил эту столовую. На самом деле, вот по вот этому. Пойдем ее попрекунь. Как-то. Уже теперь не работает. Как-то не работает. То есть, то канал. А жал. Пойдем посмотрим. Что тут нам за канал. Наверное, дождь прошел, и все сломалось. Что тут продается? Наются блюда вкусные, наливаются. Вкусняшек тоже много. Там в холодильниках напитки и салатки. Все, посмотрим салаты первые. Блюда. Борщ здесь стоит полценик. То есть, если там, по-моему, стоил 65, да? То здесь стоимость борща 50 рублей. Это на самом деле прям тоже очень хорошо, когда ценники пониже. Борщ. Здесь посмотрели. Здесь посмотрели. Прикосы здесь есть. Рыбные блюда, гарниры. В общем, все, что вам только может понадобиться. Меню на мангал, думаю, мне особо интересно. Салфетки. Все есть. Ручки помыть тоже есть. Молодцы. Ну, собственно, мусорка. Это, по-моему, единственная мусорка, которую мы здесь увидели на проходе. Если я где-то ошибся, есть еще мусорки, напишите. На этом магазину прям большущее уважение. За это столь небольшое ведерко. Они смогли. Они поставили эту мусорку. Точнее, не магазин, а столовая. Так. Интересно, какая же вообще температура воздуха? Вот мы с вами все идем, идем, идем. А у нас 25 градусов. Это тень. Конкретная тень. То есть под навесами. Сейчас будем выходить на солнце. И я уверен, что температура изменится. Вы прочувствуете, как говорится, все. От начала и до конца. Здесь настила радует. Банки валяющиеся нет. А настила радует, что они здесь есть. Вот видите. Забор вылез из дюны. Когда-то его установили. А в итоге, не знаю, что они огораживали, конечно. В общем, заборы любили ставить всегда и везде. Уточняйте всегда, сколько стоит конечный результат. И лучше расплачивать заранее. Чтобы не было вопросов. А то там подписчики мне пишут. Говорят, за 3600 нарисовали. Говорят, ребята, вы еще легко отделались. Всех предупреждаю. Говорю об этом уже. Ну, честно, даже немножко устал. Если бы там было прям все классно, я бы, наверное, даже видео снял. Смотрите, какую татуировочку можно нарисовать вашим ребеночком. И детки, кто меня смотрит. Нафиг она вам надо. Вы красивы сами с собой. Старайтесь выделяться всегда как личность. А не какими-то татуировками. Лучший стишок выучить, рассказать. Я вам уверен, что гораздо больше будет людей выделять. О! Ребята, как говорится, тут идиллия происходит на барханах. То есть люди загорают. То есть люди загорают. Топлес. И это хорошо. Да, мужики? Или не очень. А женщины или девушки. Так, смотрите, ребята тут собирают песочек. Воруют наш деденок прям. Можешь мороженое? Приятного аппетита. Как укурузка вкусная. Смотрите, на солнце. Насколько быстро меняется температура. С правой стороны душ, туалет. Имеется. 20 рублей туалет. 35 душ, если не ошибаюсь. 28. Прям приятно. Я вам честно говорю, прям солнце очень сильно жарит. Да что у меня сегодня с произношением? От топота копылик при попылик. Так, так, так. Надо собраться все-таки. Более, так сказать, голос, чтоб появился. Наверное, все-таки боль дает о себе знать. Как бы я не хотел этого не замечать, не обращать внимания. Но все-таки переключает. Массаж, массаж. Так, детей научат всех сейчас на тракторах работать. Пойдут они все трактористами. Мужики здесь по 200 рублей в день. Сюда будут люди заезжать, смотрите. Офигеть здесь народу. А у нас кто в школу пошел, ребята? Кто вообще там работа у кого-то там была, да? Просто смотришь там, вот так все хорошо. У тех, кто отдыхает, радуешься. За них говоришь, молодцы. Посмотрите, сколько там людей. Просто фантастические виды. Молодцы. Давайте посмотрим в эту сторону. Он здесь не меньше. Красавцы. То есть в джиматы битком. Температура 28 воздуха сейчас. Ну и, собственно, почему они все здесь? Тут не пройти. Реально люди загорают в стойне, потому что им не хочется. Потому что мест нету. Не найти просто. Да. Вот это количество людей. Шикарно. Ну и море. Самое интересное. То, ради чего, как говорится, все сюда спешим, летим и хотим. Сегодня на пляже Кавказ точно такое же. Будет еще видео с дельфинами. Прям отснял. Прям вот они на расстоянии. Руки вытянутой. Проплывали. Мужик за ними там нырял. Так что смотрите, будет интересно. Детей пугали. Они там ребенок с криками. Это акула прям убежал из моря. Испугался, бедолазка. И рыба, 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 рыба. Смотрите, сколько рыбок. Это уж просто великолепно. Не забывайте, вот, ребят. Лайк, лайк, лайк. Такое море, я думаю, этого достойно. У нас было с утра 24 градуса температура водички. Сейчас посмотрим, какая здесь. О, воду все нашло. Это веревка, короче. Веревки надо обрезать как-то. Потому что у меня даже теща говорит, я была по колено, споткнулась. Такое ощущение, что не могла встать из-за веревки. Ну, да что вам сказать. Это просто фантастика. Я предлагаю три минутки тишины. А вы пока наблюдайте и наслаждайтесь. Там, как отдыхают другие люди, которых здесь больше, чем у вас было летом. А сегодня, мы помним, 9 сентября 2020 год. А самолеты продолжают прилетать. Да ладно, я молчу. О, кто отдыхит. Ох, кто отдыхит. Как два들을 провести. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok